Сегодня утро в Одессе началось с обстрела мирного, мирного города. К радости и к счастью никто не пострадал. Я имею ввиду не пострадал, нет тяжелых ранений. Есть легкое ранение жителей Одессы. Разрушенные дома, частные дома в частном севере. Это к тому, что наши враги говорят о том, что обстреливать мирные порталы, мирных жителей, мирный город они не будут. Я был там, на месте, куда прилетели снаряды. Мы поддержали людей, которые пострадали, хозяева этих строений. Одесская семья, которым чудом спаслась, под обстрелами успели забежать в подвал. Они уже не по сводкам, а воочию ощутили, что такое стрельба. Стрельба по нам из российских военно-морских кораблей. Так же сегодня с руководителем военной администрации мы посетили одну из больниц наших. Где убедились в том, что у нас сформирован запас медикаментов. Я пообщался с медицинским персоналом. Сначала в их действиях работники, в основном это работники, это младший медперсонал. Есть порядка более 160 медицинских работников. Вынуждены были уволиться либо уехать. Но это те, только уехали те, у которых были такие очень сложные обстоятельства. Но это все медицинские работники, старший, младший, средний медицинский персонал остается в строю и готов к выполнению своих обязанностей. Также мы посетили раненых, которые находятся в этой больнице. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Сейчас мы провели разговор с мэром Констанци. Констанция поддерживает Одессу. Это наш город-побратим. Мы проговорили с ними ряд важных вопросов, касаемых гуманитарных грузов. Мы обсуждали очень важные вопросы о гуманитарных айтах и гуманитарных грузах. И у нас идет сегодня плотное конструктивное сотрудничество. Я готов ответить на ваши вопросы. Так, сегодня это первый случай, когда вражающие ракеты атаковали наш мирный сектор, цивильный сектор. Это не так, так, очень важно. Это не так, как Statistics. Но у нас было понимание, что они целились в что-то из них, не было как разная цель. Может быть, у войска. Дело в том, что рядом нет никаких военных объектов, поэтому это сложно сказать, что они промахнулись. Это значит ошибка у них какая-то исчисляемая километрами или десятками километров, или больше.